Привет! Мы продолжаем готовиться к Новому году и сегодня будем делать потрясающие красоты шары, как в Zara Home, только в 10 раз дешевле. На сайте Zara я донкнулась в вот такие шары со стразами и сразу в них влюбилась, но 1000 рублей за один шар. В общем, я пошла на Алиэкспресс, нашла прозрачные шары, нашла стразы, заказала все это и стала молиться всем китайским богам, чтобы они поскорее пришли. С шариками, кстати, получилась интересная история. Большая часть из них пришли помятыми, потому что они были упакованы в обычный пакет и пупырчатую пленку. Какие-то из них мне удалось выправить, но Алиэкспресс вернул мне практически всю сумму за заказ, поэтому они достались мне, можно сказать, даром. Чтобы не прогадать, стразы я взяла двух оттенков. На 10 шаров у меня ушло 4 упаковки по 100 штук. У меня клей B6000 и к нему у меня были вопросики. Блестящее покрытие на стразах он не разъел, но оказался почему-то желтым, хотя вроде как должен быть прозрачным. Если вы знаете что-то по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Схема действий очень простая. Берем клей, подходящий для страз, и приклеиваем лепестки, как на референсе. Схема действий. Для того, чтобы было удобнее подцеплять мелкие стразы, я на деревянную палочку приклеила кусочек двустороннего скотча. Я знаю, что можно использовать восковые карандаши для этого, но у меня такого просто не было. Я ставила точки клея и потом переносила туда камни палочкой. Таким образом нужно заполнить всю верхнюю часть. И после этого добавляем элементы на нижнюю часть шара. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нравится, что каждый шарик отличается от других. Потому что я делала все их чуть-чуть разными. Я добавила бархатные ленты зеленого и бордового цветов. Как же красиво они сверкают на елке. Я решила, что таким легким блестящим шарам нужны более плотные компаньоны. Я сразу подумала про копье-маше, а потом на сайте Zara нашла вот такие бумажные шары. Так что давайте не будем далеко ходить. Я взяла шары, которые были сильно помяты, и у меня не получилось их поправить. И приклеила клеем ПВА кусочки туалетной бумаги. Продолжение следует... После высыхания первого слоя стало видно швы, на которых были ровные края. Поэтому я провала бумагу на более мелкие неровные кусочки и приклеила еще два слоя, давая каждому просохнуть. Продолжение следует... Чтобы сделать поверхность еще плотнее, я покрыла шарики акриловой краской. Я добавила в белую краску немного бежевого и черного, чтобы цвет был менее ярким. И нанесла при помощи губки. После того, как вся эта красота высохла, взяла объемные контуры, совершенно случайно купила их в Читай-городе, и поставила точки. Зеленые точки я ставила палочкой. Собрала игрушки и добавила бархатную ленту. Давайте посмотрим, как игрушки выглядят на елке. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, что вам понравилось. Здесь я приведу таблицу стоимости всех материалов, которые я использовала, и сравнение с шариками из Zara. Жду ваших комментариев и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok